Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вместе с вами попробовать сделать макияж новой палеточкой от Фаберлик. И давайте расскажу, что я уже нанесла. На мне матирующий праймер от Фаберлик. Сегодня я воспользовалась тональным кремом от Герлен. И немножко прошлась пудрой также от Герлен. Также брови я оформила тушью от Benefit. И на зону под глаза я нанесла охлаждающий стик от ZASAEM. Стик мне этот понравился. Он действительно разглаживает кожу под глазами. Дает такой более отдохнувший вет. Ну и такой, как немного эффект увлажнения чувствуется. И давайте начнем уже делать макияж глаз. Я еще эту палетку не пробовала. Буду вместе с вами первый раз ее тестировать. Ну и для начала нанесем базу под тени. Я беру палеточку консилеров от Essence, которую сейчас использую в качестве базы. Беру вот этот светленький оттенок, в котором у меня уже небольшое донышко появилось. Наношу. Мне удобнее пальцем наносить, распределять. Надеюсь, макияж получится, потому что мне скоро надо будет по делам уезжать. Так. И на второй глаз тоже сразу нанесем. Девочки, освещение я уже и на телефон повесила, маленькую лампу, и на столе лампу включила. От окна вроде свет неплохой. Но я вот вижу, все равно недостаточно освещения. Мне кажется, у меня даже лицо из-за света каким-то желтым выглядит на камеру. Хотя вживую оно не желтое. Так. Давайте уже начнем делать макияж. Я боюсь, что ролик опять у меня слишком-слишком затянется. Берем вот эту красивую палеточку. Она в номере 58-56. Беру светлый оттеночек. И фиксирую базу под тени, в роли которой у нас консилеры выступают. Так, мне нужно зеркало. Я и так не очень вижу. Чем, девочки, вы выходные занимаетесь? Мы предыдущие, ну, двое выходных предыдущие, ну, то есть две недели подряд, выходные ездили на каток, кататься на коньках. И вы знаете, я в детстве неплохо каталась на коньках. Родители нам каждый год покупали с сестрой коньки. У нас во дворе, ну, сами жители заливали спортивную площадку, и получался каток. И вот я помню, что я в детстве не боялась кататься. И, знаете, мы как-то елочкой катались, и ласточку на коньках делали, и даже пистолетик делали. Ну, когда едешь, как бы, сидя на корточках на одной ноге, и вторая вот так вперед вытянута. И в детстве, ну, наверное, последний раз я каталась в 7-8 лет. Вот как-то вот так мне было. И с той поры я на коньки больше не вставала. И, честно говоря, была уверена, что, когда мы придем на каток, я кататься не смогу. Ну, когда мы первый раз приехали, я немножко боялась, честно скажу, как-то себя даже не очень уверенно чувствовала. Но, вы знаете, оказывается, если что-то умеешь, видимо, как-то это запоминается. Я встала и поехала. Конечно, я уже побаиваюсь, уже какой-то страх присутствует, что я могу упасть. И я заметила, вот когда боишься, то это тормозит. Когда я в какие-то моменты забыла о страхе, я даже разогналась, быстро ехала. Как-то, знаете, как будто тело вспоминает, какие движения надо делать. Ну, как только появлялась мысль, вдруг я сейчас упаду, вдруг у меня кто-то врежется. Все, это резко все тормозит. Начинаешь уже чуть ли не спотыкаться. Так, я сейчас чувствую, я опять буду фиксировать базу 5 часов. Катюшка у меня пока ездит с опорой. Брали мы специально еще, я не знаю, как это правильно называется, такая штука, за которую держишься и едешь. Но вы знаете, даже когда мы все уже устали кататься, она упорно. Нет, я пойду кататься сама с этой штукой. Огромный круг делала на катке. И также я пробовала уже без этой штуки за руку. Я ее держала за одну руку. И да, на первый раз она, конечно, даже сначала боялась выйти на каток. Но потом, знаете, все уверенней и уверенней. И всю неделю сама просила на каток поехать. Так, базу мы зафиксировали с вами. Дальше мы будем в складку века. Немножко девочке полит наносить. Сейчас я посмотрю, какой. Давайте, наверное, вот этот оттеночек нанесем. Вот такой. И Катюшка сказала, что ей даже больше понравилось, чем на ватрушках кататься на коньках. Старшие у меня тоже катались. Они до этого... Мне кажется, старшая дочь каталась один раз. Сын не катался. Как-то они у меня не проявляли интереса конькам, каткам. Вот. У нас своих коньков нет. И мы брали на прокат коньки. Ну, как-то, знаете, там, если коньки не брать на прокат, то в любом случае надо за вход платить на каток. Мне кажется, вот на нашу семью из пяти человек две тысячи или как-то около двух тысяч муж платил. Ну, вот, чтобы коньки взять и вот эту штуку, за которой держаться надо. Вот, девочки, вылетела из головы, как она называется, и все. Тут у вас бывает такое? Наношу тени повыше, чем складка идет, потому что у меня нависшая века. Я смотрела макияжи визажистов и других девочек и так поняла, что нужно чуть выше наносить тени. Я вот вижу, хорошо они наносятся. Давайте покажу вас. Ну, вот, немножечко, может, полят. Но не так, чтобы во все стороны все летело. На все подвижное веко я сейчас хочу нанести вот этот оттенок и также в складку его немножко нанесу. Так, я его вижу, а на камеру какой-то он прям блекленький совсем. Я, наверное, возьму эту же кисть, которую сейчас наносила. И буду наносить. Я и на все веко нанесу, для того, чтобы потом сатиновый оттенок более ярко раскрывался. Так. Такой нежный-нежный оттеночек. Совсем немножко пылят тени. А мне предстоит на другой конец Москвы сейчас. Ну, не сейчас, чуть попозже ехать. Мне надо... Я, ну, через девочку распечатывала учебник и рабочую тетрадь. И мне надо ее забрать будет. Так, теперь мы, девочки, будем вот этим оттеночком затемнять край века. Вот коричневого. Ну, я, девочки, сводчатого вам не показываю. Так. Берем кисть. Я, наверное, возьму такую кисть. Ой, девочки, я раньше так любила учиться. Прямо это мое было. И запоминала все легко. Вот знаете, даже были такие случаи, что мне было достаточно пару раз прочитать стихотворение или какой-то текст. И я его наутро могла наизусть повторить. Девочки, затемняем край. С возрастом я поняла. Ну, по крайней мере, в моем случае память уже хуже. Уже все крайне сложно мне запоминать. Ну, плюс, знаете, когда семья какие-то все время дела отвлекают. То есть нет возможности сесть, погрузиться в учебу, допустим, и что-то изучать. Ну, и лень, конечно, потому что, когда выдается свободное время, то хочется, наверное, заняться, ну, какими-то более для себя любимыми, интересными делами. Поэтому учеба мне дается крайне сложно. Я даже от себя такого не ожидала. что я так все как-то и запоминать сейчас тяжело буду. И нету усидчивости, что ли, чтобы, знаете, сесть и зубрить, зубрить, зубрить. Девочки, я потом все потушую. Мы с вами смотрим, как тени себя на веках ведут. девочки спрашивают, почему я чаще не выкладываю макияжи, там, не показываю косметику, еще что-то. Девочки, каждый раз выкладываешь, и потом просто читаешь комментарии, и думаешь, что у некоторых людей в голове. Почему некоторые люди у нас самоутверждаются за счет того, чтобы что-то неприятное написать другому человеку. Ну, и, знаете, когда читаешь кучу неприятных комментариев, уже мысль, а зачем мне это нужно, когда я могу сама накраситься, да, как в свое удовольствие. При этом я, когда вне камеры делаю макияж, я пью кофе, я чей-нибудь ролик смотрю, или Дораму могу серию посмотреть, или полсерии. Ну, в зависимости от того, сколько у меня времени свободного. Вот. Так. Давайте сегодня сделаем в розовых тонах макияж. Мы возьмем вот этот оттеночек красивый. Я считаю, ну, да, напишите вы мне, что я, допустим, как-то не так выгляжу. Я от этого выглядеть по-другому не стану, меньше себя любить не стану. Ну, и вы, не знаю, станете ли вы счастливее от того, что вы мне там какую-то гадость напишите. Девочки, красивый оттеночек. Так. Какую мне лучше кисть взять, я смотрю. Давайте, наверное, вот такую кисть возьму. Вот сейчас пришла к тому, что хочу брови себе сделать, но пока, знаете, вот к неизвестному какому-нибудь непроверенному мастеру идти не хочется, куда-то слишком далеко ехать, пока тоже возможностей нету. И поэтому как-то застопорилось у меня это дело, и я еще сама точно не знаю, что именно я хочу сделать. ну и всегда мысль вдруг сделаю, то мне не понравится абсолютно. Ну так как я плохо вижу, встаю рано, и я понимаю, что было бы удобнее, если брови уже были оформлены, и мне бы не приходилось самой их как-то там красить, что-то подрисовывать. Девочки, вот здесь мы сейчас с вами подтушуем. Нежненько так оттеночек ложится, при наборе пылит немножко. Мы сейчас с вами палеточку смотрим, поэтому я думаю, я не буду ничего добавлять, но обычно, если вот мне кажется, что не так сияет, не очень ярко получается, я либо какой-то хайлайтер добавляю, либо какой-то дуахромный оттеночек из другой палетки, либо я могу, ну вот взять, например, тень однушку Melted Chrome и добавить ее. Оттенок в нем присутствует мелкий-мелкий шиммер, такие золотистые блесточки. Так, я вот думаю, может как-то мне кажется, коричневый он слишком здесь доминирует. Хочется чего-то прямо бабахнуть такого яркого, сияющего. Ну ладно, я сейчас еще вот так получше постараюсь нанести. девочки, попробуем пальцем этот оттенок нанести, мне само интересно. Освещение, конечно, большую роль играет. И какая-то на камеру желтая, лицо какое-то желто-серое. Девочки, в жизни не все так плохо. Давайте, вот посмотрите, девочки, пальцем ярче переносится. Я еще хочу новый карандаш попробовать. мне кажется, я уже на коррекцию зрения готова. Не знаю, правда, я еще эту тему не изучала, но мне не нравится, что я вот даже в маленькое сейчас зеркало смотрю и толком даже не вижу, что я там наношу куда, что я вам показываю. Вот так у нас с вами получилось. Если бы мы не тестировали палетку, я бы, наверное, все-таки добавила бы чего-то яркого. Ну, вы знаете, я вот так смотрю, не знаю, девочки, видно вам вот мелкий шиммер такой золотистый? Мне кажется, нежненько так переливается, сияет. Мы сейчас все подтушу. Видите, как у меня темные оттенки вот почему-то сюда переходят. Многие здесь красят специально, мне даже красить не приходится, мне, наоборот, убирать приходится. Так, мы сейчас, наверное, возьмем светленький оттеночек и вот здесь все подтушуем. Нет, вы знаете, что мы с вами возьмем не светленький оттенок, я смотрю, куда я кисть уже делаю. Вот она. Мы возьмем оттенок, который я уже использовала. Давайте вот этим оттеночком подтушуем. Вот этим немножко подтушуем все. также девочки, когда комод показывала, вы мне советовали еще комод купить, как-то там разложить по-другому. Девочки, комод купить не проблема, проблема в том, что нету места, куда его поставить. Возможно, когда мы переедем, ну, места будет больше, может, у меня будет для себя большее пространство. Я надеюсь на это. Но пока нет возможности купить, потому что некуда ставить. Когда мы приобретали мне вот этот комод и стол, тут все вымерялось прям по сантиметру, по миллиметру, потому что у меня стол стоит с комодом вдоль стены, вот между окном и дверью. Это смежная комната и в нее дверь идет как бы с большой комнатой. И вот мне надо было такого размера все приобрести, чтобы вот ровно на эту стену встала. То есть вот от окна до косяка двери. И здесь небольшое место, поэтому конечно я бы хотела новый комод, знаете, у которого полностью ящики выдвигаются и стол, возможно, я бы уже другой приобрела. Но все это если будет другая квартира, большее пространство, ну или хотя бы другая планировка будет тогда. Девочки, вот так у нас вышло, сейчас я еще снизу, да, снизу у меня вышло, как вот я тоже. Сделаем вид, что так и задумано. видите, вот у меня снизу как получается, как будто я накрасила. Девочки, золотистый шиммер рассыпался, вот обратите внимание, видите, сверкает, сияет, обратите внимание. Вот так, наверное, оставим. И сейчас мы с вами карандашом воспользуемся, вот здесь мне не нравится, девочки. попробую сейчас получше подтушевать. Просто не хочется, чтобы ролик опять на час был. Ну и плюс у меня время ограничено. Ну вот так смотрю на свет неплохо. так, давайте мы с вами, а я поняла, почему этот глаз так выглядит, потому что у меня свет с этой стороны падает, вот этот глаз хорошо выглядит, этот зеркало так ярко не смотрится, а на камеру смотрится, как будто у меня тут пятно какое-то. Так, давайте я его немножко, чтобы оно нас не смущало, еще получше подтушу. Давайте попробуем карандаш. Калеточку убираем. Мне подойдет, я уже говорила, что я всегда сначала макияж глаз делаю вне камеры, поэтому если что-то осыпается, я потом прохожусь просто мицелляркой, естественно, у меня никаких осыпашек нет. Так, карандаш. Карандаш у меня он в номере 55 985, это оттеночко аметистовый. И давайте тоже, я не пробовала еще, всегда такие тоненькие грифели, боюсь сломать. Давайте наносить. Так, боюсь на него нажимать, из-за этого особо не вижу, что я там рисую. Ой. чуть глаза себя не лишила девочки. Знаете, что я заметила, что вот когда без камеры как-то макияж быстро проходит, никуда я себе не тыкаю, а на камеру почему-то не так комфортно краситься. если нажимать, карандаш ломается. Или у меня так выходит. Ну, так, девочки, получается. Так. Не вижу, хоть лампу выключай. вообще не вижу, что я делаю. Так. Знаете, какие-то неоднозначные у меня впечатления. С одной стороны, он тоненький, но, во-первых, чуть сильнее я нажимаю, он начинает ломаться, и он мне как немножко царапает века. видите, девочки, кусочки ломаются. Если я не нажимаю, у меня не красят, вот, цвета нет. Чуть нажимаю, у меня вот кусочки отламываются. может, я просто не приноровилась, то есть, может, дело не в карандаше, а дело во мне. вот так я, девочки, оставлю. Давайте уже тушью воспользуемся. Хочу посмотреть, сколько здесь грифелей в карандаше. Ну, вот, девочки, не так уж и много. Я просто думала еще в других оттенках взять, но не буду брать. Мне кажется, он у меня очень быстро закончится, если вот так будет обламываться. Тут какой-то уже кусочек отломившийся. Девочки, я, наверное, добавлю сияшки. Сейчас я посмотрю, если у меня мелтед хром. Здесь сверху лежит я, наверное, добавлю сияшку какую-нибудь. Давайте я добавлю от Essence вот однушечку у меня в номере 17. Потому что мне не нравится вот здесь как пятно получилось. Плюс хочется красивой поехать. я пальцем вот так быстренько добавлю для яркости. текст 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 сверху подтушу. Ну, мне кажется, уже совсем по-другому смотрится. Ну, девочки, это я люблю макияжи поярче. Вот, кстати, однушка оттеночка. Кто любит такие, знаете, спокойные макияжи на каждый день, может, у вас там дресс-код какой-то на работе, то вполне, мне кажется, палеточка подойдет. Мне просто нравится поярче. Нанесла, теперь карандаш не видно. Ладно, будем считать, что макияж не совсем удался, но так как перекрашиваться у меня времени нет, то я буду думать, что так и было задумано все. Никто же не знает, какая у меня идея была первоначально. Так, немножечко еще подтушуем, куда я уже кисть делала. Так, теперь вышел какой-то мономакияж. Ладно, девочки, мы с вами сидим, общаемся. Макияжу я не обучаю, многие потом в комментариях волнуются, что я как-то не так макияж делаю. Девочки, я не обучаю макияжу, я не говорю, девочки, повторяйте за мной, делайте все, как я. Я делаю, как мне удобно, как мне комфортно. никого не призываю так же делать. Тушь мы с вами возьмем от Vivienne Sabo. Я потом уже смотрю на свет и вижу, какие огрехи, где-то, может, что-то потереть надо. пока вот так. Девочки, я надеюсь, я вам не сильно там загораживаю видного, что я делаю. И внизу накрасим. Я ленюсь, я на неделе нижние ресницы не крашу, так как сейчас у нас вниз тени немножко сползли. То накрасим. Сижу, болтаю с вами, а камера выключилась, оказывается. Нам память забилась. Надеюсь, сюда. Потом очень долго все склеивается, сохраняется. Всегда хочется, чтобы сесть и одним куском все отснять. Девочки, вот так получается у нас с вами. Мне кажется, я эту тушь из корзины за 100 рублей приобретала. Девочки, также меня спрашивали, зачем вы берете что-то про запасы, если потом продаете, чтобы мне каждому не отвечать, девочки. Я поэтому, когда макияж снимаю, стараюсь на какие-то комментарии ответить. Во-первых, девочки, если я что-то вижу в корзине, у меня нет времени обзвонить всех своих близких, родных, спросить, ой, тебе нужна такая палеточка или там пудру тебе взять такую. Вы сами понимаете, из корзины либо ты берешь, либо кто-то берет. Правильно? Были случаи, когда я брала в одном экземпляре, потом, допустим, рассказывала сестренке, ой, я вот кто-то купила. Она говорила, ой, я тоже такое хотела попробовать. я беру с расчетом на то, что, возможно, мои близкие захотят тоже это попробовать, потому что я понимаю, что они за полную стоимость не пойдут покупать. Я им всегда это все просто так отдаю, чтобы они тоже попробовали. Я считаю, если я пробую, мне нравится, что мне будет приятно, если им тоже что-то новенькое, будет приятно попробовать. Во-вторых, бывают такие случаи, когда неожиданно пригласили на день рождения или к вам приехали гости. Я люблю, чтобы у меня что-то было, вот знаете, чтобы тоже подарить хотя бы какой-то презентик, порадовать человека. Потом, ну, большая часть отправлялась на посылки. Вы знаете, думаешь, это отправлю, то отправлю, все отправлю. Когда начинаешь собирать посылку, то ты понимаешь, что половина в итоге не влезает. Или пока вы готовили подарки, оказалось, что человек, например, кому вы собрались дарить, купил себе уже такое, или ему подарили, или вы поняли в контексте, ну, вот, да, человек что-то говорит, и вы поняли, что, оказывается, ему не нравятся такие оттенки, а вы, ну, да, например, планировали подарить. Вы уже понимаете, ну, не надо такое дарить, человек не обрадуется. И поэтому что-то, конечно, остается. потом иногда, знаете, покупая те две штуки с той мыслью, а вдруг это вот что-то такое необыкновенное, что настолько понравится, что, да, вы первое средство используете, и потом с большим удовольствием сами же будете вторым средством пользоваться. То же бывает, что-то нравится, а уже не купишь это средство, сняли с производства, вывели, да, как бы. Поэтому. Ну, и наляпала уже тушью, девочки, сейчас буду стирать. Так. Кому-то странным показалось, что я два раза макияж за день периодически делаю. Девочки, я не работаю в офисе, у меня есть возможность дома, вот я дела поделала, да, вот, села, например, в обед выпить кофе, позволить себе там отдохнуть, посмотреть ролик какой-нибудь. Конечно, я могу умыться, сделать новый макияж. Когда я работала, я вообще не красилась, у меня не было времени ни на что. Я в пять утра вставала, уезжала на работу, приезжала поздно вечером, когда уже темно было, с одной мыслью лечь спать. Я тогда вообще не красилась, у меня мысли даже никаких о космении, ну, я использовала тональный крем иногда, не на постоянной основе, пудру, тушь иногда крайне редко, и все. Ну, сейчас у меня есть возможность, когда у меня нет времени, конечно же, я не перекрашиваюсь. Когда, если я, например, с утра проспала, я за пять минут макияж ровно делаю. Ну, разные обстоятельства, просто вот что-то рассказываешь, а люди начинают к словам цепляться. А что? А как? А зачем? У меня, я думаю, видно проблемная кожа, кожа очень жирнится, кожа вся в шрамах, в рубцах. И у меня, например, в обед лицо очень выглядит некрасиво, в том плане, что, знаете, сияет, как жирный блин, половина тонального вообще куда-то пропадает, но вид некрасивый. Конечно, если у меня есть возможности, макияж мне приносит удовольствие, почему мне не умыться, не сделать масочку и заново, да, сделать макияж. Косметика расходуется, и я удовольствие получаю, отдыхаю, сижу, и мне нравится, как выглядит мой макияж, да, как бы. Конечно, далеко не каждый день. Бывают дни, когда, ну, некогда, не до макияжей, но я имею в виду второй раз, чтобы перекрашиваться. Также часто спрашивают, почему я чаще макияжа не делаю. Дело в том, девочки, я встаю в 6 утра, иду в ванну, потом делаю кофе и сажусь краситься. Соответственно, днем я уже с макияжем. И когда я второй раз перекрашиваюсь, ну, не всегда, вот знаете, хочется на камеру делать макияж, потому что ты понимаешь, что либо ты сейчас чуть-чуть отдохнешь, кофе попьешь, может, какой-то ролик посмотришь и накрасишься, и при этом я сижу еще о своем думаю, или вот на камеру вот так. Но у меня не получается на камеру быстро краситься, вот. Потом красишься, вроде хочешь чем-то поделиться, потом читаешь какой-то негатив и думаешь, а зачем мне это нужно, вот через себя какой-то негатив пропускать, только из-за того, что люди, может, встали не в настроении или в чем-то в себе неуверенные, и они вот считают, наверное, что если мне что-то напишут неприятное, то им легче станет. Девочки, давайте я пудрой пройдусь, вот такой у нас макияж с вами получился. Вот так выглядит. Я, девочки, на самом деле, вот все девочки, кто мне пишет, по внешности проходят. Очень рады, что вы все с идеальной внешностью, молодые, красивые, беспроблемные. Ну, это же радоваться надо. Девочки, вот так некрасиво выглядит пудра. Аромат очень приятный. Так. Румяный я сегодня взяла не из косметички. Меня спрашивали, кстати, девочки, пользуюсь ли я люксом, потому что я его не всегда показываю в косметичках. Да, я где-то может, раз в неделю из люкса что-то беру, пользуюсь. Ну, просто по настроению, вот захотелось мне, взяла что-то люксовое и использую. Также я могу взять, например, какие-нибудь румяны из косметички. Вот просто мне захотелось, например, воспользоваться какими-то румянами, они у меня не в косметичке. Конечно, можно подождать, взять следующую косметичку, но когда будет следующая косметичка, мне уже может не захотеться их брать. Поэтому захотелось, я взяла и пользуюсь. Ничего в этом плохого не вижу, особенно если учесть, что я румяна не один раз за день наношу, и я могу успеть из косметички румянами воспользоваться и из Project Pen и еще какие-нибудь взять дополнительно воспользоваться. Сейчас мы с вами как раз будем румяна наносить. Я решила взять такие весеннюю лимиточку прошлого года от Art Deco. так они выглядят. Давайте нанесем. Они розой пахнут, девочки. Я всю неделю не высыпалась. Знаете, как девочки бывает с возрастом стало? Чуть понервничаю, хочу спать, ложусь ни в одном глазу. На таблетки я не хочу ни на какие садиться, я не сторонник таблеток. И вот бывает спать хочешь, аж до головной боли лежишь, ну а под утро, когда вставать, как раз уже вот глазки закрываются и спать хочется. Так, девочки, так румяна. Ну и соответственно, когда не высыпаешься, то лицо выглядит соответствующе. Ну и конечно возраст, девочки. Чего уж тут говорить. Все мы не молодеем, поэтому тут уже ничего с этим не поделаешь. От того, что вы мне там что-то пишете, я, к сожалению, моложе не стану. Так, хайлайтер мы давайте возьмем из косметички. Я думаю, куда мне все разложить. У меня стол маленький, у меня часть стола занимает клавиатура и монитор, потому что у меня компьютер на этом столе стоит, у меня нет отдельного косметического столика. И когда я готовлю косметику, чтобы на камеру краситься, то получается, что у меня тут и кисти, и косметика, все вокруг клавиатуры лежит, а тут очень места мало. Девочки, возьму я хайлайтер от Бека и давайте нанесем его. Кисть опробуем новую. Тут еще немножко под бровь нанесем. знаете, можно делать идеальный макияж по всем правилам и макияж не будет радость приносить. Можно, как я, краситься неправильно, без всяких правил и мне удовольствие макияж приносит. Выбор косметики, макияж, даже комод мой сказали неправильно, у меня там все хранится. Румяна с румяными должны, хайлайтеры с хайлайтерами. Девочки, очень люблю свой комод, помню, где что лежит, очень мне нравится. У меня меняется, конечно, хранение, может и я когда-нибудь приду к тому, что румяна с румяными будут, хайлайтеры с хайлайтерами. Просто палетки, они же разных размеров и не вылезает вот так у меня, либо некрасиво смотрится. Потому что есть большие палетки для лица. Девочки, вот так смотрятся. Есть поменьше, есть плоские, есть такие более толстенькие. Когда все это вместе складываешь, бывает неудобно лежит, некрасиво, неудобно. Или маленькие палетки в ящик. Ящики-то у меня узкие, я имею в виду неглубокие. Бывает что-то маленькое влезает, а чуть побольше уже не влезает. А нету столько глубоких ящиков, чтобы вот так все уместить. Поэтому пока так. Поверьте мне, если бы мне не нравилось, я бы уже что-то придумала, я думаю. Это, знаете, все равно, как вот, если вам еда не нравится, вы же не будете давиться есть. Вы же все равно что-то другое возьмете или придумаете что-то. Так же и у меня девочки, вот так вышло. Сейчас я еще, чтобы все вместе соединить кистью от пудры, пройдусь немножечко. Вот, я думаю, сейчас, девочки, виден хайлайтер. Так, девочки, насчет помады. Сюда пойдет нежненькая помада. Вы знаете, я бы воспользовалась вот такой помадкой от Reflame. Вот такой помадкой. Давайте покажу. Но меня еще в предыдущий раз просили показать помаду лимитку от Essence яркую. Давайте попробуем ее нанести. Вот эту лимитку. Такую яркую. просто хочу вам показать, как будет смотреться. Мне она понравилась с более ярким макияжем глаз. Ну так, девочки, она смотрится. Кому-то может очень яркой показаться. Она действительно яркая очень. Но я даже с утра с ней ходила и чувствовала себя абсолютно нормально. мне нравится. Я с ней наверное не поеду. Знаете почему, девочки? Потому что она отпечатывается на маске, может размазаться, а мне надо, я сегодня далеко поеду, долго буду в метро находиться. Ну, я на место встречи на метро поеду с пересадками. А обратно я поеду на метро, проеду одну остановку, пересяду на МЦК, поеду на МЦК, обожаю на МЦК ездить. И потом пересяду на автолайне, уже с автолайна, ой, на автолайне девочки поеду в свой район, и там мне еще минут 20 пройтись буду в маске находиться. Я когда на улице иду, вокруг никого нет, я маску спускаю. Ну, естественно, в транспорте я буду в маске. Ну, и помада, вот эта помада, я с ней с маской ходила, она отпечатывается. Но, знаете, как она отпечатывается? Верхний слой как будто отпечатывается, и как тинт на губах остается. Девочки, вот такой макияжик. Мне палетка понравилась. девочки. Я считаю, она хороша, вот знаете, для макияжа на быструю руку на каждый день. Если вот вам, ну, знаете, как вот макияж без макияжа, но при этом как вот что-то красивое на глазах. И мне дизайн понравился. Мне понравилась палитра. И мне нравится размер. Во-первых, она не занимает много места в комоде. Во-вторых, мне кажется, ее весьма удобно будет взять куда-нибудь с собой, потому что, ну, здесь есть выбор оттенков и матовый, и сатиновый. Мне кажется, даже такой палеточкой можно обойтись. Ну, если вы, как я, вот любите, чтобы макияж поярче был, всегда можно какую-нибудь однушку, топер какой-нибудь, блестяшечку, тоже в сумочку бросить. И тоже вот так, да, да, даже можно хайлайтером воспользоваться. Я, в принципе, могла бы даже вот хайлайтер от Бека нанести сверху и тоже бы все сияло, бы сверкало. Девочки, давайте я сниму ободок. Так, я думаю, видите, как пачкается немножко помада, я всегда потом края немножко протираю. Как мне самой нравится, у меня даже настроение сразу поднимается. мне все сразу вот ассоциация лета, ну весна сначала, потом лето. Ну вот мне понравилось, когда более яркий макияж глаз был, мне кажется, как-то вот более гармонично эта помада смотрелась. Давайте я сниму. Девочки, я в ободке сидела. Ой, я забыла, что когда я ободок снимаю, у меня все время какая-то странная. Здесь и странные волосы выглядят. волосы у меня, девочки, если заметно, отросли. Мне кажется, длиннее стали. так, мы с вами аромат наносим. Сегодня я решила вот этой красоткой воспользоваться. Кто-то мне писал, что флакончик очень вулигарно выглядит. Девочки, я считаю, ну, кошка, фигурка кошки, ну, никак вулигарно выглядеть не может. Ну, посмотрите, какая прелесть. Конечно, кому-то, может, детским садом покажется. Я вообще люблю все нестандартное. Я не люблю, как у всех, вот за кем-то там повторять. Вот я, чем нестандартнее, тем мне лучше. Вот даже взять собак, да, многим нравятся маленькие, хорошенькие собачки. Это там, да, чихуахуа, шпицы карликовые. Кого сейчас еще, там, баллоночки заводят, фрезе бешоп, еще там разные породы. А если бы я бы девочки заводила, я бы завела бультерьера карликового. Ну, это мини-бультерьер называется, по-моему. Я бы от большого не отказалась. И стафа мне нравится. И также с упаковками. У меня тоже, да, бывают периоды, когда меня тянет на что-то такое строгое, лаконичное, вот прям, знаете, стильное такое. А бывают периоды, когда вот хочется чего-то такого милого, непосредственного, интересного. Я считаю, тем у нас жизни прекрасна, что она многогранна, что не должно быть в голове каких-то вот стереотипов, или а что люди про меня подумают. Ой, как это такая взрослая тетка, какие-то себе вот детские флакончики покупают. Мне все равно, кто что подумает. Если у меня это вызывает улыбку, я считаю, эмоции положительные, их ни за какие деньги не купишь. Если вас что-то радует, радуйтесь, девочки, жизнь у нас одна. Не будет второй жизни, чтобы прожить так, как вы хотите, вы это видите, да, как бы, и сказать, ладно, ну ладно, я сейчас вот не буду покупать, вдруг кто-то подумает, что вот детский сад какой-то. Вот когда-нибудь, вот это когда-нибудь, оно может не наступить просто. поэтому мне флакончик нравится, мне приносит радость. Мне, кстати, аромат нравится. Единственное, девочки, он не стойкий. Поэтому я его чуть больше наношу. Кто волнуется, что чересчур я наношу? Нет, девочки, чересчур я не наношу. За километр ароматом не несет. К тому же, он сейчас быстро, я еще не выхожу из дома, он сейчас усядется. Ну, наверное, пару часов он нам не держится. Но здесь хорошо, здесь 100 миллилитров, можно в течение дня обновлять. Можно даже ватамайзер немножечко отлить и где-нибудь в дорожке так тихонечко обновить аромат. Смотрю на помады, вот нравится прям девочке. Вот такой макияж у нас. Если бы не в дороге, если просто я бы сейчас на улицу пошла, я бы с этой помадой пошла. Но, так как я уже сказал вам, буду в маске долгое время находиться, то я какую-нибудь жидкую матовую помаду нанесу. И, скорее всего, я нанесу помаду, вот эту мою любимицу от революшен. Девочки, уже я смотрю видео, наверное, пять на час получится. Я очень рада, что у меня получилось с вами немножко пообщаться. Всегда очень приятно. Девочки, все комментарии читаю, очень вам за них благодарна. Не всегда успеваю отвечать или отвечаю с опозданием. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста, я все комментарии вижу, все читаю. И, знаете, бывает, думаю, сейчас-сейчас отвечу, отвлекут на что-то, и я, ну, либо потом времени нет, либо забываю. Но я все читаю, вам всем очень благодарна. Будем с вами прощаться. Я вам всем желаю отличного, чудесного настроения, конечно, здоровья в первую очередь. Хочу, чтобы вы тоже находили на себя время, занимались тем, что вам нравится по возможности, радовали себя. И давайте прощаться. До новых встреч, до новых видео. Всем пока. Ой, девочки, макияж-то я же не показала. Уже попрощалась с вами. Ну, не видно девочки особо на камеру, конечно. Но я надеюсь, что просто мы пообщались. Все, до новых встреч, до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,